Перед животноводством Перед животноводами нашей страны стоит большая задача – значительно увеличить производство продуктов животноводства в целях полного удовлетворения растущих потребностей населения в продуктах питания, а промышленности – в сельскохозяйственном сырье. Особое значение в рыночных условиях имеет повышение конкурентоспособности производимой продукции и увеличение ее экспортного потенциала. Наиболее эффективным и действенным средством качественного улучшения животных является искусственное осеменение маточного поголовья семенем лучших быков-производителей. Искусственное осеменение сельскохозяйственных животных является основой крупномасштабной селекции. Применение искусственного осеменения значительно ускоряет выведение новых и совершенствование существующих пород животных. Велико значение искусственного осеменения в борьбе с болезнями, передающимися путем непосредственного контакта больных животных со здоровыми. В хозяйствах, где правильно организовано искусственное осеменение, выход молодняка, как правило, выше, чем при естественном спаривании животных, поскольку естественное спаривание животных является основным путем распространения трихомоноза и вибриоза, которые, в свою очередь, являются причинами абортов и заболеваний половой системы животных. Успех искусственного осеменения основан на четком понимании анатомии и физиологии половой системы сельскохозяйственных животных. Перед тем, как осеменять, вы должны мысленно представить картину анатомических частей репродуктивного органа самки и знать их пространственное расположение. Половая система самок подразделяется на наружные и внутренние половые органы. К наружным половым органам относятся половые губы, клитор, преддверие влагалища. К внутренним половым органам относятся влагалище, матка, яйцепровод и яичники. Внутренние половые органы находятся под толстым отделом кишечника. Ниже репродуктивного тракта находится мочевой пузырь, который соединяется посредством мочевого канала с влагалищем в нижней ее стенке. Половые губы являются наружным входом в репродуктивную половую систему и выполняют следующие функции. Проход для мочи, вход для осеменения и служат частью родового канала. При охоте половые губы набухают, становятся влажными и наблюдается покраснение. Влагалище занимает примерно 20 сантиметров в длину от мочевого канала до шейки матки. Влагалище находится в тазовой полости и служит частью родового канала при родах. Матка подразделяется на три составляющие части – шейку, тело и рога матки. У молодых животных она находится в тазовой полости. У более взрослых животных она приспущена в брюшную полость – залонные сращения. Шейка матки – толстостенный орган длиной 8-12 сантиметров, соединяющий влагалище с маткой. Он состоит из плотной соединительной ткани и мышц. Вход в шейку матки выдвинут назад во влагалище и образует сплошной карман вокруг шейки матки. Шейка матки состоит из трех-четырех колец или складок. Главная функция шейки матки – защита матки от внешней среды. Умение манипулировать шейкой матки и кольцами с катетером является главным препятствием для начинающих ассиминаторов. Шейка матки открывается в тело матки. Тело матки длиной 2-4 сантиметра является соединением между шейкой матки и рогами матки. Тело матки – это место, где распределяется семя при искусственном осеменении. Тело матки делится и в дальнейшем переходит в два рога матки. Рога матки длиной 20-30 сантиметров содержат слои мышц и многочисленную сеть кровеносных сосудов. Главное назначение матки – обеспечить подходящую среду для оплодотворения и развития плода. Сокращение матки помогает движению семени. Когда корова осеменена, мышцы матки под влиянием гормона окситоцина ритмично сокращаются, направляя семя в яйцепроводы. Яйцепроводы – сильно извитые каналы длиной 20-30 сантиметров, состоящие из трех четко выраженных частей. Истмуса, перешейка, ампулы и воронки. Ближняя к матке часть называется истмусом. Соединение между маткой и истмусом называется маточно-трубчатым соединением, которое является фильтром для неполноценных спермиев. А сам истмус является резервуаром для здоровых спермиев. Верхняя часть яйцепровода, что ближе к яичнику, называется ампулой. Внутренний диаметр ампулы больше, чем у истмуса, что облегчает проход яйцеклетки. В этой части яйцепровода происходит слияние зрелой яйцеклетки со сперматозоидом, то есть оплодотворение. Конец яйцепровода заканчивается расширением, окружающим яичник, и называется воронкой яйцепровода, которая предохраняет яйцеклетку от выпадания в тело животного. Похожая на ворсинки структура помогает яйцеклетке, окружающей ее массе клеток, перемещаться по яйцепроводам. Яичники диаметром 2,5 см являются главным органом репродуктивной системы коровы. Они выполняют роль половой железы, в которой формируются, развиваются и созревают половые клетки, яйцеклетки, и вырабатывают половые гормоны, эстрогены и прогестерон в разные стадии полового цикла. На поверхности яичника в разные стадии полового цикла вы можете увидеть два вида образований. Фолликулы представляют собой пузырчатые образования на поверхности яичника, наполненные жидкостью, которые содержат развивающиеся яйцеклетки. Обычно вы можете прощупать при ректальной пальпации множество разных по размеру фолликулов на каждом яичнике, от едва пальпируемых до 18-20 мм в диаметре. Самый большой фолликул является вероятным кандидатом для овуляции, когда корова приходит в охоту. Со временем более 95% фолликулов уменьшаются и исчезают без овуляции, и заменяются новым поколением растущих фолликулов. Другое образование – желтое тело. Место, где произошла овуляция в предпредыдущем цикле. Желтое тело обычно имеет ясно выраженную корону на поверхности яичника, которую можно прощупать при ректальной пальпации. Желтое тело может также иметь углубление, заполненное жидкостью с тонкими, но плотными стенками. Эта часть яичника имеет ярко выраженный цвет от желтого до желто-оранжевого. Половой цикл – физиологические и морфологические изменения в половых органах и во всем организме самки от одной стадии возбуждения до другой. Половой цикл повторяется в среднем через 18-23 дня. Для выбора оптимального времени осеменения коров и телок необходимо учитывать стадии полового цикла – течку, общее возбуждение, половую охоту и овуляцию. Течка характеризуется набуханием и покраснением слизистых преддверий влагалища и шейки матки. Канал шейки матки приоткрыт. Из половых органов выделяется слизь. В начале течки слизь стекловидно-прозрачная. В середине она тянущаяся. К концу течки слизь становится мутной и густой. Длительность течки от двух до шести суток. Общее возбуждение наступает через 24-36 часов после начала течки и проявляется изменением в поведении животного, которое становится беспокойным. У него уменьшается аппетит, снижается удой. Корова или телка прыгает на других самок и допускает прыжки на себя. Половая охота у коров проявляется в виде готовности к спариванию. Животные стоят спокойно и допускают садку или прыжки на себя других коров и телок. В большинстве случаев половая охота начинается утром и длится от 12 до 18 часов. Овуляция – выход яйцеклетки из фолликула. Происходит она через 10-15 часов после окончания или через 24-30 часов от начала охоты. Выявление коров в охоте проводят не менее трех раз в сутки по 30 минут. Утренние, дневные часы при активных прогулках или пастьбе. Вечерние часы во время доения или ухода за животными. Только так можно выявить 80-90% коров в охоте. В зависимости от времени суток активность коров в охоте варьирует. Так, наибольшую активность коров в охоте проявляют в вечерние, ночные и утренние часы, что составляет от 60 до 70%. Наименьшую активность и проявление половой охоты коровы проявляют в дневные часы – до 30-40%. Наиболее точным признаком готовности коровы к спариванию и оптимальным сроком осеменения является проявление рефлекса неподвижности. Животные стоят спокойно и допускают садку или прыжки на себя других коров и телок. Оптимальное время для искусственного осеменения – 12 часов от начала выявления коров в охоте. Если начало охоты приходится на утренние часы, таких животных осеменяют вечером в 17-19 часов. Если же начало охоты фиксируют в вечернее время, то осеменение проводят рано утром в 6-7 часов. В соответствии с инструкцией по искусственному осеменению коров и телок осеменяют двукратно с интервалом от 10 до 12 часов. Инструменты, необходимые для проведения искусственного осеменения. Сосуд дюара предназначен для длительного хранения в жидком азоте семени сельскохозяйственных животных. Пинцет используется для извлечения пайеты из сосуда. Размораживатель пайет предназначен для оттаивания семени в пайетах. Салфетки используются для вытирания пайет. Резак для пайет – инструмент, которым отрезают запаянный кончик пайеты. Шприц-катетер предназначен для заправки пайеты и введения семени в полость матки. Чехлы используются для защиты половой системы коровы от травмирования слизистых оболочек металлическим шприц-катетером. Одноразовые перчатки используются при осеменении как защитно-гигиеническое средство. Гель-смазка предназначена для смазки одноразовых перчаток. Технолог левой рукой поднимает крышку сосуда и кладет рядом. Затем поднимает стакан с семенем до нижнего края горловины емкости. Правой рукой берет пинцет и концы его охлаждает в жидком азоте до прекращения кипения. Охлажденным пинцетом вынимает одну пайету, быстро переносит в размораживатель. Стакан с оставшимися пайетами опускается на дно сосуда, который сразу же закрывает крышкой. Оттаивание пайеты проводится в размораживателе при температуре воды 34-36 градусов в течение 30 секунд. Затем пайета извлекается из размораживателя, насухо протирается стерильной салфеткой, запаянный кончик пайеты отрезается резаком для пайет. Пайета вставляется в шприц-катетер ватным пыжом вовнутрь. На шприц-катетер надевается чехол до упора. Одновременно оттаивают не более двух пайет при условии немедленного их использования в течение 10-15 минут. Качество семени определяется по общепринятой методике. Коровам семя вводят с помощью стерильных одноразовых инструментов в тело матки, фиксируя ее рукой через прямую кишку. Положительное влияние на оплодотворяемость коров и телок оказывает массаж половых органов перед осеменением, который снимает ответную реакцию самки на введение инструментов в половые пути, а также усиливает моторику матки, что способствует продвижению спермия в кейт с проводом и наступлению овуляции. Оператор вводит одну руку в перчатки, смазанной гель-смазкой, в прямую кишку и немного натягивает верхний свод половых губ на себя. Они приоткрываются. А другой рукой вводит катетер во влагалище. Чтобы не попасть в отверстие мочеиспускательного канала, катетер сначала продвигают на 10-15 см снизу и вверх под углом 45 градусов. Далее горизонтально до упора в шейку матки. Затем оператор кистью фиксирует шейку матки для выравнивания складок влагалища. Подводит катетер к каналу шейки матки и мизинцем направляет его несколько вперед. Убедившись, что катетер попал в отверстие канала шейки матки, захватывает ее всей ладонью, приподнимает на дном таза и осторожными вращательными движениями надвигает ее на катетер. После прохождения шейки матки под контролем указательного пальца продвигает катетер в тело матки на 0,5 – 1 см и давлением на поршень катетера вводит семя. После этого катетер осторожно извлекают из половых путей, а руку – из прямой кишки животного. С целью плодотворного оплодотворения яйцеклетки осеменение коров проводят двукратно. Первый раз – через 12 часов от начала выявления коров в охоте, и второй раз – через 10-12 часов. Оплодотворение – сложный биологический процесс, заключающийся в проникновении сперматозоида в протоплазму яйцеклетки, слиянии ядер сперматозоида и яйцеклетки, а также образование зиготы оплодотворенной яйцеклетки, способной расти, развиваться и давать начало новому организму. Продолжительность жизни неоплодотворенной яйцеклетки составляет всего 5-6 часов, а сперматозоиды, введенных в матку, до 12-24 часов. Первые сперматозоиды проникают в яйцепроводы не позднее, чем через 15 минут после осеменения. Сперматозоиды, достигнув истмуса, прикрепляются к его стенкам. В это время происходят физиологические изменения в мембране спермиев, процесс капацитации, которые необходимы для достижения оплодотворяющего потенциала. Это занимает 5-6 часов после осеменения, до того, как нужное количество живых спермиев накопится в истмусе, и завершат процесс капацитации. Оплодотворение происходит в ампуле яйцепровода в наиболее широкой его части. Зигота дробится, образуя две дочерние клетки, каждая из которых одновременно или последовательно снова и снова дробится. Эмбрион постепенно продвигается по яйцепроводу по направлению к матке, в которую попадает на третьи и четвертые сутки. На 15-17 сутки происходит прикрепление эмбриона к стенке рога матки и закладки плаценты и дальнейшее развитие эмбриона. Если прикрепление эмбриона по какой-либо причине не произошло, идет рассасывание эмбриона, и на 21-й день после осеменения корова снова приходит в охоту. Начинается новый половой цикл. При введении катетера во влагалище горизонтально или несколько вверх его конец может попасть в слепой мешок. В этом случае шейку матки необходимо подать рукой в брюшную полость, конец катетера несколько опустить и продвинуть в шейку матки. При введении катетера во влагалище несколько вниз он может попасть в отверстие мочеиспускательного канала. Во избежание чего необходимо катетер вводить под углом 45 градусов вверх и вперед. При захвате шейки матки слишком далеко спереди или за телом задняя часть шейки матки опускается, и тогда в ее отверстие невозможно ввести катетер. Для чего необходимо шейку матки обхватить ладонью и мизинцем направить катетер в шейку матки. Осеменение стельной коровы. У коров в 4-4,5 месяца стельности из-за некоторых физиологических свойств проявляются признаки, сходные с признаками половой охоты – ложная охота. Если вовремя не проведено исследование животных на стельность, то ложная охота принимается за признаки течки, и осеменение в этот период может вызвать аборт. Эффективность проведения искусственного осеменения во многом зависит от полноценного и сбалансированного питания, ежедневного мациона, здоровья животного, времени осеменения после отела, своевременности выявления животных в охоте, выбора оптимального времени осеменения, соблюдение правил разморозки семени, качество семени и правильности ее сохранения до момента осеменения, количество введенных сперматозоидов, точности введения семени в соответствующий отдел половых путей самки, квалификации технолога по искусственному осеменению, соблюдение санитарно-гигиенических правил. Все перечисленные факторы позволят добиться положительных результатов при введении животноводства. Ускорение генетики стада, экономии средств на спермопродукцию и ветпрепараты, выбраковки только больных животных, оптимизация и сервис периода, наибольшего выхода телят, увеличение производства молока. Редактор субтитров А.Семкин